Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Сегодня у меня достаточно насыщенный день, и я вас возьму с собой. Правда, покажу не все, потому что гости, скорее всего, не хотят светиться в ютюбе. Ну да ладно, просто покажу, как организовали и все дела. В общем, я сейчас буду снимать мукбанг без макияжа, потому что после мукбанга я иду на макияж профессиональный, а после этого на гендер-пати. Мы все организовали вроде бы, а в ресторане на свежем воздухе хотим все это сделать. Но проблема в том, что сейчас такой ветер просто поднялся. Мы же самые умные, мы же не смотрим прогноз погоды и сразу планируем какие-то такие вещи. Я заказала, получается, шарики воздушные, но с ветром 45 км в час я представляю, что будет с шариками. Почему именно сегодня такой ветер, я не понимаю. Ну вот почему, а почему? И все вокруг меня выпытывают, девочка это или мальчик. А знаю только я и кондитер. Дело в том, что торт будет очень красивый. И получается, разрезав торт, родители поймут, это девочка или мальчик, потому что внутри крем будет либо розовый, либо голубой. И сегодня с утра и вчера вечером мама у меня такая говорит, я чувствую, что это девочка. Я видела сон, на самом деле она где-то неделю назад видела сон, а с ребенком, с фатой, и она была уверена просто, что это девочка. И мама с вчерашнего вечера мне такая, это же девочка, я же знаю, что это девочка, я ясновидящая и так далее. А я с первых дней говорила, что будет мальчик, потому что я чувствую, что это мальчик. У меня просто чутье. Сгоняла, купила все, что необходимо. Салфеточки. В ресторане, естественно, есть салфетки, но мне бы хотелось сделать под гендер-пати. Голубенькие вот такие и розовые для девочки. Что еще купила? Лепесточки искусственные в двух расцветках. Естественно, розовые и голубенькие. Хочу украсить стол. То есть будет смотреться, мне кажется, очень даже гармонично и интересно. Взяла немного по одной пачке. Шарики еще будут воздушные, хотя на улице очень ветрено. Я звоню в ресторан, чтобы уточнить, можно ли забронировать беседку. Но что-то они мне не отвечают. В общем, зачем я взяла ленточку розовую и голубенькую? Я буду на ложках и вилках делать бантики небольшие. Мне кажется, будет смотреться очень мило и мимимишно. И что здесь еще? Ай, и что? Айка купила вот такие сосочки. Смотрите, как мило. Голубенькая и розовенькая. Насчет этих штук у меня есть вообще идея. Увидите уже все в процессе. Хотя нет, могу рассказать. В общем, сначала я вынесу эти сосочки и скажу пол ребенка внутри. То есть внутри будет бумажка, и они должны будут открыть и посмотреть. А бумажка будет пустая. И потом завезут торт, занесут точнее торт, и они наконец-то узнают пол ребенка. Мне кажется, максимально мило это все будет. Да и вообще, я считаю, если родители сами занимаются этим, какой в этом кайф. Мне кажется, наоборот, близкие, родственники должны все организовать, чтобы для них все это дело было сюрпризом. И здесь обычные шарики, которые будут на полу. Ну, надеюсь, что ветер как-то пощадит нас. Когда я спускалась вниз покупать все эти прелести, я еще решила заглянуть и в ресторан. Потому что на улицу ужасный просто ветер. Я хотела посмотреть на состояние беседок. Я никогда в этом ресторане ранее не была. И не знаю, как выглядят беседки. Поэтому я хотела заглянуть, посмотреть. Но ресторан был закрыт. Почему-то в 12 я немножко была удивлена. Я позвонила администратору. И вот сейчас только он взял трубку. У него, оказывается, свои какие-то личные проблемы. Ну, в общем. Сейчас я спускаюсь вниз, посмотрю на беседки. Потому что на улице ужасный ветер. Плюс эти воздушные шарики. Как это все будет летать. Эти лепестки роз. Мне кажется, будет безумно некомфортно сидеть. И в конце мы отправимся сразу в беседку. Так я думаю, если мы потом будем переселяться в беседку, не лучше ли сразу сесть там. Потому что по прогнозу погоды я посмотрела, что ветер к вечеру будет только увеличивать свои масштабы. Сейчас я буду оперативно и быстро надувать самостоятельно шарики. Правда, я хотела их надуть уже в самом ресторане. Но мама говорит, лучше это сделать дома. Поместить потом в огромный пакет мусорный. Идея у тебя огонь, мама, огонь. Ну, ветер, да, с шариком как пойдем. Я о том же. Да как пойдем с шариками, я предлагала их там. Я вот в мешочек положу, да. А, ну ладно. Тем более рядом. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мое обалденно чистое зеркало Поместила все в шарики Вот в этот пакетик от мусора И направляюсь в ресторан Сейчас будем смотреть беседки Мне позвонил администратор И сказал, что на улице не очень ветрено Но я смотрю из балкона И вижу, что там ужас какой-то Просто такой ветер, ураган Поэтому не знаю, где будем сидеть Покажу вам и беседки И вообще улицу их Прикольное заведение, мне нравится Мы правда хотели на природе Но у нас немного людей И по нормам ковид Мы можем посидеть и здесь Это у них такой зал красивый Ну вот здесь шуша Это те земли, которые были под оккупацией Правда, немножко не в тему, но да ладно Кондиционер есть такой большой Отлично Вот так вот нам соединили столы Я поняла, что шариков слишком мало Я купила две пачки К сожалению, голубых и розовых не было Пришлось взять разноцветные Вот такие вот Ничего страшного Там же много Ну да, здесь много Но те было мало Мама тут вовсю задувает Надувает, точнее, шарики Они такие полупрозрачные Очень красивые Мама специально надувает голубые Потому что розовые надувать Намного сложнее Ах ты хитрый, а Ну в общем, шариков очень много Двести штук Я хочу, чтобы весь пол был в шариках Но это надо проделать фронт работы Который мы даем мамочке Вот, все украшают Двести я не оселю Двести это очень много Я буду, это, только розовые и синие Разноцветные не надо Мы на самом деле думали, что это очень просто Надувает шарики Оказалось, нет У нас уже болят щеки И вот фронт проделанной работы Мы где-то сто штук надули И сто осталось И смотрите, сколько пространства просто пустое Поэтому Поэтому ждем гостей А еще смотрите, кого я здесь нашла О, сладкий, сладкий Пацан, пацан Ой, чуть камеру не сломал Он здесь живет, в ресторане Да, сладкий Откуда ты такой сладкий? А сейчас я абсолютно без макияжа Смыла макияж И сейчас мы идем в салон С женой двоюродного брата Делать макияж Вот где-то полгода назад Я не могла представить себе Что когда-нибудь я выйду на улицу Без макияжа И буду чувствовать себя комфортно Посмотрим, какое преображение Трансформация будет Посмотрим, насколько фигово я делаю макияж И какая я с профессиональным мейком У вас есть на что-нибудь улыбки? Нет, вроде У нас немного проблемная кожа В прошлом В прошлом все уже Посмотрели лупику трэш-салон? Да Макияжа 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 Продолжение следует... Макияжа Макияжа в общем с макияжем мы закончили посмотрите какие мне реснички я сейчас взлечу уже дома вам показываю макияж вблизи и мамочку сейчас вам покажу ночи не красотка у меня мать с такой прической теперь все кстати в комментариях писали мам что ты помолодела на 10 лет вернись вам сзади тоже покажу вот красота ну что какие предположения я выбираю розовый ты думаешь у кого какие альбина у тебя какие были положения а если будет мальчик ты расстроишься все равно платье на кого ты ставишь на это на девочку не зла будь так мы уже сидим кушаем я уже опустошила свою тарелочку каждый говорит свой вариант кто за девочку кто за мальчиком я на самом деле за мальчика но я хотела быть девочка но я вам не скажу никому даже мамочки она меня выпытывала вчера я так и не сказала я не из тех кто легко прокалывается меня надо было в спецназ а ой извиняюсь в разведку в общем я поздравляю вас тарваны желаю чтобы все ваши в будущем рождением ребенка и важно это девочка или мальчик самое главное у тебя есть и и пацан и дочка теперь уже неважно мне кажется самое главное чтобы ребенок всю жизнь радовал тебя своими успехами всегда ты гордился и говорил вот мой сын поступил туда работает там-то помогает мне чтобы ты мог спокойно митинг то есть значит это сын значит это сын лучше всего я вам все или же дочь или дочь либо дочь либо сын неважно . тоже будет радовать своими успехами станет главное чтобы не менял пол если как родился что так продавал караев а то сейчас понимаешь что время нехорошее мы живем чтобы ты сказал выйдешь за этого замуж и она сказала конечно отец как ты скажешь что я сделаю вот такой вот прекрасный тортик немножко он растаял но ничего все знак вопроса если девочки девочка в разрезе будет розовой а если мальчик то голубой просто подожди кое-кто хочет альбина очень ждет оsea я не могу потому что у меня я не знаю я не знаю я не знаю она а Молочи! 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 Будем кушать мальчика! Мальчик! Альбина, ты не рада! Альбина, ты не рада! Альбина, ты не рада! Неповторимая, любимая девочка! Альбина очень хотела девочку, но, к сожалению... Ради тебя! Очередная попытка! Не надо этой одной, будет хорошо! Всё тебе! Зачем тебе сестра? Мальчик! Здесь у нас уже чай! Будем пить чай с тортиком! Все мы очень рады! Мальчик будет! Надеюсь, что будет здоровый! Ты рад? Ты рад? Пару слов! Да я всем рад! Спасибо большое! Вообще, я очень рад! Врач! Это не точно! Не точно! Не точно! Он сказал не точно! Там ничего нету! Это я хотела вас обмануть! А мы дошли весь вечер! А мы дошли весь вечер! Мама, вообще, ты мне сказал, когда мы разрежем торт, где такой макияж? По цвету! Тортик! Ты сказала, что когда разрежешь тортик, скажешь имя! Хорошо! Хорошо! Мама! Понравилось вам? Мукбанг от моей матери! Пробуем! Маска! О! А! Кашка! Ну, давай! Уходи! все мы сидели мы просто души сидели до 12 правда весь процесс как мы сидели обсуждали угорали мы не сняли тортик берем с собой счастливый двоюродный брат это залог счастья а шарики мы сейчас будем пускать в воздух видно тебя правда на улице темно не знаю будет хорошо видно или нет загадывай желание и отпускай на улице опасно тут сейчас как раз ветрено желание загадываем и воздух так мы уже дома твиксик уже рядом сейчас нюхает меня мой сладкий кто такой сладкий мальчик кто такой сладкий скажите вы чё так долго вы чё без меня в общем отдохнули мы что надо так скажем как вы уже поняли я наверное скажу вам что гендер пати была уже на двоюродного брата и у нее будет мальчик просто в это видео увидите где-то наверное через два месяца изначально я хотела сразу выложить поэтому не хотела говорить у кого это мероприятие а вот но потом мы с ней договорились что лучше я выложу где-то через два месяца чем все это скрывать ничего не снимать у них такие яркие эмоции были которые невозможно просто не снять и не показать вам вот я очень рада за них у них будет третий ребенок мне было приятно все это организовывать я считаю что такие мероприятия как раз таки должны организовывать близкие люди они вы сами вот так что вот так у меня ощущений впечатлений после этого дня просто куча да мой сладкий блин губу сидит губу сидит он заскучился ты мой сильно на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца всех люблю целую